Всем привет! Сегодня я решил поговорить с Васей, про которого я уже много раз упоминал и на своем канале, и в статьи мы вместе с ним пишем довольно давно на Хабре, на тему того, что вот на прошлой неделе были новости, что Intel закрывает RealSense, там на Хабре была статья, что полностью закрывается RealSense. И в целом это такие довольно интересные вещи, потому что это была, ну, казалось, что одна из единственных камер для таких целей, и, собственно, о чем ее заменять и к чему все это ведет. Вот, Вась, привет, давай дальше обсудим этот вопрос. Привет! Вот, ну, во-первых, там про новость, расскажи тогда, что Intel там немножко заднюю дал, судя по всему. Да, Intel включил несколько попыток, но их CTO RealSense, Intel RealSense отделение, в Твиттере опубликовал сообщение, немного проясняющая ситуация, и все все равно тревожно. Часть камер, что они действительно перестают выпускать, это, например, не очень удачный L515, который LIDAR был, распознавание лиц они также завершают в течение шести месяцев, период последних продаж, но стереокамеры всем привычные, это D415, D35 будут все еще продаваться, опять же, не очень успешные D455, по ряду причин, они закроют, и также модули остаются на рынке, но, понятно, мы редко пользуемся модулями, RealSense, готовые устройства камеры, значит, они все еще продолжают, но, понятно, звонок тревожный, и явно будет какая-то реструкризация, они наметились на рынок Mobile Robotics, и явно будут какие-то пертурбации, и сюрпризы потом от RealSense, надеюсь, в виде новых продуктов, правда. Да, ну, я еще там слышал, была новость, что полгода назад от них ушел руководитель, вот, который весь этот RealSense создавал, и, собственно, вот там, сколько он, 10 лет уже примерно существует, 10 лет, собственно, вот его доводил до текущего состояния, ну, наверное, это как-то на волне вот этого, что там человек, который все создал, ушел, и, собственно, вот они как-то это все переделывают. Ну, я не знаю, наверное, надо теперь поговорить о том, какие вообще аналоги существуют, потому что это вопрос вообще такой нетривиальный. Ну, да, действительно, RealSense, он очень уникальный оказался в плане соотношения цены и качества, причем качество прям иногда очень приличное, а цена совсем смешная, так что отношение великолепное. И у конкурентов мы то, что пробовали, ну, довольно все плохо сложное, и особенно для применения роботов, иногда мобильных роботов, это очень обычно неудобно. У RealSense было основное достоинство, что он работает с очень близких дистанций, начиная от 20-30 сантиметров в разной версии серии и до практически бесконечности в стереорежиме, то есть там был плавный переход сделан, и это, конечно, уникальная особенность на рынке. Другие какие-то сенсоры 3D-камер работают несколько по-другому, и иногда поэтому не конкурент. Есть известная очень, наверное, дешевая камера TR-B. Ну, ее, наверное, даже лет пять назад, если не больше, еще тестили. Мы использовали, это был некоторый клон Kinect, и потом они пошли в более ближнюю зону, и сейчас есть у них решение, но все равно эта зона, кругу говоря, это все равно основано на структурной подсветке, и не то же самое, что делал RealSense, который начал работать в стерео, начиная с какого-то расстояния. Вот поэтому пробег как аналог цены, но функционально иногда проигрывает, особенно для мобильных роботов, где нужно и вблизи что-то видеть, и вдали. Ну, туда можно смотреть, и они нормально работали, насколько я помню. Довольно надежные штуки были, хотя USB, ну, все USB. Ну, вот это, кстати, вообще ужасная проблема, да, что все вот такое дешевое, там Intel, Urbeck и прочее, не Enterprise, они почему-то USB. На Enterprise пытаются городить какие-то разъемы, но... Ну, с USB проблема, скорее, даже с устройствами, которые используют, потому что какой-нибудь Raspberry Pi, ему постоянно не хватает питания протащить на RealSense. Jetson, кстати, тоже имеет свои фокусы на него после, например, перезагрузки, можно потерять RealSense навсегда и со вторым перезагрузкой. И, в принципе, каждый раз, собственно, надо очень аккуратно проверять, обкладываться, не знаю, разными ватч-догами, чтобы все это работало стрёмно, но, да, кем-нибудь на USB все работает. Еще, наверное, надо упомянуть, мы пробовали Azura Kinect, очень интересная штука. Она прям неплохо для, наверное, отладочных, для демонстрационных применений работать может, но с ней там есть беда в применении ее как OEM. У нас даже и не получилось в Linux ее звести. Полноценно без, по-моему, виртуальных мониторов, хитро созданных, все это очень сложно. По-моему, у нее даже у OEM нет аппаратного решения. Тот же RealSense в теории можно же купить вот этой платкой. Ну, она чуть дороже, чем RealSense, значит, а что основная проблема, это так-то для студенческих работ она круто подходит, но нет, точно повыше местами, чем у RealSense. Были небольшие проблемы с сопоставлением RGB и DEPPS-карт точно сталкивались, но, в принципе, не все с ними сталкиваются, не во всех применениях вообще RGB нужен. Поэтому Azure Kinect — это штучка забавная, особенно для таких неиндустриных применений, я думаю. Скажем, для написания PHD отлично подойдет. Ну, для написания PHD, наверное, и айфоны новые подойдут, у которых есть лидар на задней стеночке. Вот, но... Это не продуктовый, да, это не просто. Хотя вообще, кстати, хороший вопрос, а почему вот все эти лидары до сих пор, вот дешевые, которые ставятся на телефон, до сих пор не пошли в масс-продакшн? Там и очевидный интерфейсик должен быть получше USB-шного, и энергопотребление. В общем, немножко меня удивлено. Ну, надеемся, да, что-нибудь на рынке появится такое. Это про нижний основой сегмент, наверное, RealSense. Надеюсь, будут продолжать продаваться. Да, еще в нижнем, кстати, можно вот про стереокамеры поговорить, ведь есть очень много аппаратных стереокамер, где обсчет депса прямо на плате происходит, и они передают глубинную картинку. Вот, они тоже примерно в том же ценовом сегменте, если не дешевле. Это, например, Z, по-моему, называется стереокамер. Вся линия Z. Да, да. Они появляются еще в отдельные стартапы иногда, не очень не замечают. Да, да, что-то еще было недавно, я помню. Structure Core, Structure Core, оно IR-стерео было, инфракрасное стерео было. Еще, по-моему, Mint Eye. Mint Eye, да, вот. Да, Mint Eye тоже. Даже цена, что Z, тот же подход. Вот, и стерео. Со стерео единственное, что никогда нельзя быть уверенным, что эта глубина вообще соответствует какой-то реальности. То есть, почему у RealSense это было жизнеспособно? Потому что эта глубина начиналась с трех-четырех метров, с двух метров стерео. И, в принципе, ну, если там какие-то проблемы с ней, для многих применений это не было трагично. Да, но здесь стерео прямо с самого начального, с близкого края идет. И оно, опять же, вблизи не очень надежно, потому что это разные ракурсы с разных камер. Это очень тяжело, когда ритмически связать их. Ну, и просто бывают ошибки, зависит от текстуры изображения. Ну, тут, наверное, можно добавить такую штуку, что вообще депс, который со структурированного света и депс, который со стерео, они очень неплохо себя друг друга дополняют, потому что в ситуациях, где структурированный свет плохо работает, например, очень высокая контрастность картинки, какие-то резкие углы и что-то такое, там хорошо стерео работает. А где плоскости без текстуры, там стерео, наоборот, не работает, нету никаких фич, за которые цеплятся, и там, наоборот, структурированный свет очень неплохо эту штуку дополняет. Вот. Да, это очень важно, почему вилсет опять удивительно хорошо работал в куче случаев. Так, ну, наверное, про дешевых совсем технологий все. Дальше начинается чуть дороже все это дело. Это скорее индустриал решение, в том же Robotics есть, для Beam Peaking Solution, при управлении разными роборуками, попадаются индустриальные 3D-камеры. Это, мне сходу в полу вспоминается ZIVIT, очень интересное решение, оно там очень-очень точное. И ZIVIT и FOTONEO, не знаю, как оно правильно произносится, но FOTONEO имеет очень широкую линейку индустриал-сканеров, которые для роботов применяются от небольших размеров до очень большой базы, там сантиметров 70, наверное, не помню. Ну и, соответственно, рабочие дистанции тоже очень варьируются. Ну да, надо сразу понимать, что, по-моему, этих камер там стоимость это где-то от 10 тысяч долларов, вот, а то и больше. Чего дешевле, да, там в семье, наверное, просто не бывает, да, и до, там, наверное, до 10-15, а это такие цены, но тем не менее, с учетом того, сколько стоят разные робототехнические оборудования, там разные конвейеры с роботом над ним, это говорят, что недорого. У них бонус, конечно, это офигительные точности до, там, долей миллиметра, 0,1 миллиметр бывает. У некоторых есть свои особенности и фичи, у Зивида, например, они делают это в нескольких экспозициях и восстанавливают, реконструируют потом, с учетом разной чувствительности, ну, скажем так, черная поверхность может работать, прозрачная поверхность может работать. А Зивида, это которые медленно это делают? Я не помню. Там есть и те, которые медленно сканируют? Они все 7. Они все около 7-8 кадров в секунду дают, не больше, мне кажется, и быстрого нет. Просто есть совсем медленные, которые на кадр там уходят 10 секунд, по-моему, но они вот сканируют точно. Нет, я понял. Нет, ну, это вообще, наверное, нельзя назвать это доставил или тогда сканер для какого-то хорошего применения, кроме как... То есть это совсем другой применение. Ну, контроль качества обычно, по-моему, вот все это дело сверхточное, оно остается на контроле качества, когда надо там субмиллиметрово померить детальки, что они корректные. И вот тогда вот нам уже зачастую не важно, сколько сканируются они по времени. Там дешевле можно просто найти что-то, наверное. Вот такие вот 7-8 кадров в секунду, это все-таки манипуляция часто. Контроль качества, манипуляция объектами очень точная манипуляция. Например, нужно деталь в деталь, например, попасть одну в другую, и там действительно эти доли миллиметров нужны при автоматической сборке. И тут мы не сильны, не так часто их пробовали, скорее в руках их до-то держали, попадались и... Ну как, мы с артеком долго работали, ценовой диапазон примерно тот же. Артек это следующий. Это как бы считается топ 3D сканеров, и у них очень много стоит не столько сканер, сколько софта вокруг сканера, и используется он совсем по-другому. Он используется в археологии, в, наверное, контроль качеств тоже, возможно, художественно. В медицине их очень много использования. В медицине, да. То есть, опять, из-за всего вокруг развитого софта постобработки. Это то, чем не обладают 3D сканеры априори при производстве-продаже. Поэтому артек, он больше про... Не больше, он про софт, про хорошие 3D сканеры точно, тоже с хорошей точностью, тоже доли миллиметра, есть целая линейка, много лет развивающаяся. Но последнее их, Лео, по-моему, был уже еще дороже. Речь шла, по-моему, о 25 уже, да, тысячах. То есть, это даже дороже, чем любой индустриал. Ну, по-моему, там был кто-то дороже, а артека там 50 было уже, но это уже, да. И это мы все говорим скорее про европейский рынок. Есть еще отдельное явление. Это американский рынок США. В России он не сильно как-то актуален и интересен. Но у меня там есть свои 3D сканеры, 3D решения. В Индастриал тоже. Кэнон, на удивление, продает 3D сканеры с кучи софта поверх него. А в Robotics, так что тут бывает региональная специфика еще. Но оно, кстати, довольно важное, потому что добывать 3D сканеры в России через границы, это довольно интересная сложность. По сути, только RealSense просто добываются. Ну, Azura. Мы Azura покупали очень просто. Азура, RealSense. Мне там пару недель ушло, нет, на покупку Азура? Ну, в принципе, да. Но я к тому, что это возможно. Наверное, надо в топ 3D шоу посмотреть, какие доступны еще 3D сканеры. Но там, по-моему, ничего интересного не было. В общем, да. Со сканерами такая ситуация. И, наверное, вот единственное, что такое очевидное... Очевидной замены RealSense нет. Поэтому, если их, конечно, они исчезнут, это будет проблемой. Для мобильных роботов я бы так сказал, потому что есть куча других применений. Но вот мобильные роботы, вообще робототехника такая. Поездить, позахватывать... RealSense был очень хорош. Но... Но... Там тоже надо помнить про точность. И не во всех применениях это работало. Но в реальности RealSense лучше, чем 5-6 миллиметров. Очень тяжело добиться. Было. И нужно было искать следующий. Сразу уходить в следующий ценовой сегмент. До факта. Прям в очень следующий ценовой сегмент. Это более... Совершенно непонятно, почему такой пробел был между... Ну... Надеюсь, есть стартапы, которые все это восполнят. Пробел, что было. Например, за 1000 долларов. Похороший. Ну, вот с робо-руками такое вроде как происходит сейчас. Вот. Но со сканерами, да. Вот. Ну, наверное, если вкратце суммировать все, что мы обсудили. Есть орбеки, да. Есть, соответственно, Азури. Есть пачка всяких стереокамер, которые аппаратные. Главное, что не заниматься самим процессингом в 3D. Потому что задача весьма такая ресурсоемкая. И ни на каком простом чипе она не сработает. И все эти фирмы, они выпускают еще свой чип, который все это дело процессит. Вот. Так, про нижний ценовой сегмент сказал. Ну, и, соответственно, верхний ценовой сегмент, это если есть деньги. Да. Отступаем сразу в 10К, и там тоже появляются решения. Очень хорошие решения. Они и нормально подключаются. У них нормальная СДК. Точность великолепная. Ну, единственное, опять ограничение размера. И даже USB-разъемы нет. Да. А иногда есть, кстати. Что замечательно. Это по верхним сегментам. Наверное, еще надо сказать, что на самом деле в ряде применений должно работать хорошо стерео само по себе, но потребует довольно серьезной разработки. И, возможно, если эта разработка целевая, то это имеет смысл. Когда есть две хорошо симптомованные стерео. Наверное, некоторые задачи, которые я еще видел, где RealSense используется, в целом можно иногда перейти к моно. Даже окулярно. Ну, то есть, иногда 2D-картинка, она несет довольно неплохую точность. Ну, там, например, можно какую-то... Доработать там маску человека в 3D оценивать. Да? И в целом есть применения, где это может не сильно проиграть, если вот какие-то такие... Обучить, например, с хорошего сканера, как моноокулярную для данного конкретного применения делать. Вот. Но это такие немножко извраты, где надо самим поработать. Да, и стерео... Из таких классических, опять же, технических примеров, это, не знаю, какой-то политайзер, где удобно 3D, конечно, удобно 3D, но если есть метки, углы, есть штрих-коды на коробках, то там стерео прекрасно выдастся в глубину с миллиметровой точностью и даже выше, лучше, если правильно расположены, чем у любой 3D-камеры этого сегмента цены, который можно получить из стерео. грубо говоря, человеческие глаза только в виде двух синхронизованных камер. Это можно найти такие решения, сейчас сходу не скажу, но тем не менее они... Что-то будет среднее по цене, как раз та самая тысяча долларов, очень две хорошие камеры, синхронизованные друг с другом. Это может работать в реальных преподных задачах, где по умолчанию сразу ставят 3D-камеру, хотя может не стоит. Вот. Ладно, мне кажется, на этом надо заканчивать столом. Это все, что мы хотели, обсудили.